Между тем, в России медики указали на предпосылки к третьей волне коронавируса. Специалистов тревожит увеличение заболеваемости в Москве. В столице наблюдается устойчивый рост. Если в марте показатели были ниже двух тысяч новых случаев в день, то в мае уже ближе к трем. Пообщаемся с вирусологом, членом-корреспондентом РАН Сергеем Нетесовым. Он на связи со студией. Сергей Викторович, здравствуйте. Вы уже высказали, что скачок в столичной статистике в последние дни – это тревожный сигнал. Значит ли это, что идет третья волна? Но это тревожные первые капли дождя. Может быть, еще и ничего не будет. Но когда два таких сигнала, и в пятницу и в понедельник, то вы понимаете, что все довольно-таки тревожно. И надо сказать, что предпосылки для этого есть. Во-первых, люди намного меньше носят маски. Во-вторых, уровень вакцинации у нас пока что очень низкий. Я сегодня смотрел в сравнении с другими странами мира. Мы где-то находимся в седьмом-восьмом десятке стран. И это, вообще говоря, довольно грустно. Ну и третий момент. Тут всякие такие радужные сообщения в печати появились, что Россия открывает воздушное сообщение еще с рядом стран. И когда начинаешь углубляться в детали, то понимаешь, что это только пожелание. А это, на самом деле, нереальные возможности. В Саудовской Аравии надо неделю сидеть в карантине. В остальные страны могут летать только резиденты. И, в общем-то, только в Мексику открыт вроде бы как свободный доступ. И из-за этого еще и дополнительные люди расслабились. Они уже подумали, что все, все кончается. Можно открываться уже. На самом деле, это не так. На самом деле, Россия не готова к тому, чтобы снять маски и начать нормальную жизнь. И она будет готова только когда вакцинируется процентов, ну, минимум 60, как говорят некоторые. А я бы лучше сказал, 70% населения. Ну, как вы считаете, способна ли вакцинация, которая сейчас идет по всей стране, ну, не допустить роста заболевших? Ну, посмотрите на Великобританию. Понимаете? В Великобритании уже десятки вместо сотен и тысяч случаев наблюдаются. Посмотрите на Израиль. Там вообще уже, так сказать, давно меньше 50 случаев в день. А в стране все-таки 10 миллионов живет. Поэтому вакцинация, она действует, она работает. И более того, она будет продолжать работать, если оставшиеся невакцинированные люди будут тоже вакцинироваться. Вот коллективный иммунитет, о котором так много говорят, когда все-таки он должен появиться? По оценкам разных специалистов, надо, чтобы от 60 до 70% населения было вакцинировано. Мы пока очень далеко от этого. У нас едва ли 10-11% населения пока получил две прививки. Поэтому давайте не расслабляться. Ничего у нас не кончилось. И у нас даже не начало кончаться, как говорят. Сергей Викторович, спасибо большое. Напомним, мы общались с вирусологом, членом-корреспондентом РАН Сергеем Нетесовым. Нетесовым.